Как говорил Остап Бендер, стопроцентную гарантию может дать только страховой полис. К сожалению, в автостраховании это не так. Почему? Давайте разбираться. Все чаще автолюбители, помимо обязательного ОСАГО, предпочитают приобретать для своего авто и каска. Этот вид страхования гарантирует выплаты почти во всех, казалось бы, возможных случаях. Принято считать, что если есть каска, можно ничего не бояться. Якобы страховка покроет все убытки. На самом деле, это не всегда так. Не возмещается ущерб по каске, если за рулем находились люди, недопущенные к управлению, либо не имеющие прав, либо не имеющие доверенности в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении. Теперь вы понимаете, что компенсация отнюдь не гарантирована. Но причины могут быть и другими. Прежде всего, все страховые компании пытаются максимально защитить себя от мошенничества. Если страховщики решат, что к повреждению или утрате автомобиля привели ваши собственные умышленные действия, в выплате вам, естественно, откажут. Но большинство наших граждан законопослушны. Однако и они могут столкнуться с проблемами при выплате компенсации по каска. Существует много спорных моментов, допускающих различные трактовки. Например, ДТП. Может быть, вы специально создавали аварийную ситуацию для того, чтобы починить свой уже далеко не новый автомобиль за счет страховщиков. Если они это докажут, компенсацию вы также не получите. Вообще, при нынешних ценах на каска удивительно, с какой неохотой страховщики выплачивают компенсацию. В некоторых компаниях даже кража колес с автомобиля не страховой случай. Спорный момент также связан с хищением автомобиля. Например, если в машине были оставлены регистрационные документы или ключи зажигания, компенсации вам тоже не видать. Поэтому желательно, чтобы в договоре были прописаны все юридические термины на этот счет. Угон, кража, грабеж и разбой. Внимательно читайте договор со страховой компанией. И помните, очень часто самые важные пункты написаны самым мелким шрифтом. А уж какие юристы у страховщиков? Если найдут, за что зацепиться, своего не упустят. Действительно, условия, предлагаемые различными компаниями, отличаются не только тарифами, но и перечнем нестраховых случаев. В контракте должно быть четко прописано, в каком случае вы имеете право на компенсацию, а когда страховая компания вполне законно может вам и отказать. Каска отнюдь не дешевое страхование, которое, к тому же, не может гарантировать вам полное спокойствие. Так что, товарищ Бендер, вы были не правы.